Сын сильно выпивает, как мне ему помочь? Помочь на самом деле очень сложно, но чтобы помочь какому-то человеку, нужно хотя бы каким-то образом прийти в состояние внутреннего мира, чтобы не реагировать на ситуацию, как испуганное животное. Потому что родители, к сожалению, совершают ошибку, они раз за разом начинают повторять одни и те же слова, которые, в принципе, зависимый человек уже знает. Как ты себя не жалеешь, почему ты пьешь? Иногда, чтобы помочь человеку, нужно просто хотя бы сейчас отойти от такого фронтального наступления на проблему и начать решать проблему, если так можно сказать, с периферии. Проблема зависимости, она связана с другими сторонами жизни человека. И чтобы человеку помочь в эти зависимости, нужно укреплять связь с другими сторонами жизни, с какой-то религиозной жизнью. Научить человеку как-то преодолевать конфликты в семье, на работе. И вместо того, чтобы бесконечно говорить о зависимости, которую человек сейчас просто не может бросить, не может оказаться, нужно укреплять его волю, укреплять его способность принимать решения в том, что он еще может делать. Как, например, у старца Паисия был такой случай, что к нему обратился один молодой человек, который не мог бросить какую-то свою блудную страсть. Он сказал, ну ты не можешь бросить это, но ты, например, можешь по воскресению в церковь, можешь совершать какую-то милость, можешь посильно вести духовную жизнь. Поэтому делай то, что ты можешь, а Господь совершит то, что ты не можешь. Понятно, что на этот вопрос сейчас трудно дать развернутый ответ, потому что это дело многих лекций. Я писал работу «Принять зависимого поведения родственникам и их зависимых». Выпущенная книга, можно в интернете найти лекции «Текст Романаха Прокопия». И вот как раз было много там приводится и ответов, и материала, которые были по поводу зависимых родственников. Им нужно как-то возрастать, учиться понимать жизнь, расширять свое мировоззрение. И в том числе я приводил опыт центра во имя святителя Василия Великого, где как раз проходят реабилитацию не только люди наркотизированные, но и которые находятся в конфликте с законом, и у которых вообще вся жизнь рухнула. И как раз у них отработана методика, которая позволяет в течение 7 месяцев каким-то образом людей привести к вхождению в социальную жизнь, дать какие-то представления жизни здоровой. Вот сейчас, если можно сказать, средоточиться на ответе, может перестать говорить о какой-то проблеме, которую сейчас невозможно решить, начать помогать человеку строить еще те области жизни, которые он может строить. И даже есть такой принцип «зона ближайшего развития». То есть человек не может с первой ступеньки прыгнуть на соло. Ты помогите ему подняться хотя бы на вторую. Но такая работа требует от вас какой-то, не знаю, работы над собой, не только какого-то участия, но в каком-то чтении, понимании, но опять же не самой зависимости. Это тоже может быть некая ошибка, что люди, что их родственники пытаются погрузиться целиком в зависимость, забывая о том, что только какая-то здоровая жизнь человека и в духовном отношении, и в душевном, в плане близких, родственников, помощи другим, только она обеспечит человеку ту основу, на которой он может выйти из зависимости. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.